Приветствую, друзья! Вот там меня попросили коментам рассказать, как я себя психологически настраиваю, когда рисую. Ну, довольно-таки просто, я хочу сказать. Мой друг Рахман, например, который был один из выдающихся цветников таких вот в Москве, он, значит, когда рисовал, ходил и в это время пел мугаму. Да, потому что он кончал в Баку Академию художественную. Жил в Москве, при этом он так рисовал такие цветные картины. Я когда первый раз увидел такой буйный цвет, я его спрашиваю, Рахман, а так разве можно, потому что нас же в школе показывали другие картины. Он говорит, можно рисовать так, как ты хочешь. Ну, короче говоря, он пел мугаму и сам этим снимал у себя, значит, перенапряжение. Я так понял потом. Значит, нам нужно научаться, стараясь не стараться, чем-то в этот момент отвлекаться. Вот я в прошлый раз, когда показывал, как я грунтовал холст, посмотрите, кто не видел этот ролик, и там собирался картину сделать с помощью ваших комментов в формате «Коллективный разум», и сделаем шедевр вместе. Так вот, что я делал? Я сразу вот помню вот о том, что надо в этот момент был чем-то занятым автоматически, чем-то параллельно быть занятым. То есть я с вами в этот момент как бы ролик записывал, а я одновременно делал вот. Потому что я этим самым как бы эмоционально, в этом эмоциональном интеллекте, был немножко отрешён от самого холста, и поэтому не попадал в эту доминанту зацикленности. То есть я рисовал без особого страха ошибки. Но люди для этого, перед тем, как петь, раньше 50 грамм для храбрости перед выступлением тоже, то есть надо снимать лишнее напряжение, потому что это лишнее напряжение, да я вам точно скажу, если бы Пушкин, когда писал свои стихотворения, был бы с этой ответственностью страха ошибки, у него бы перо выпало из рук. И он поэтому сопровождал своё описание на полях своих произведений автоматически параллельной деятельностью. То есть он рисовал женские головки и свои портретики. А я говорил ещё о том, что Агата Кристия, чтобы голова лучше работала, когда она писала свои детективы выдающиеся, она тарелки мыла. Вот это повторяемое движение снимало лишнее напряжение, чтобы человек не зацикливался, не зависал. Вот это проблема у человека. Зависание. Это мне постоянно больные звонят. Вы уж извините, пока не обращайте внимания. Я так скажу сейчас. И вот этот момент, когда вы чем-то занимаетесь, например, рисуете, надо главное попасть в поток. Для этого нужно в этот момент думать о чём думается и быть уверенным, чтобы не было страха за ошибку, который вас зацикливает в доминанте. Чтобы не было страха за ошибку, не надо, чтобы у вас была такая большая ответственность. Ну почему? Если у вас, допустим, после этого ждёт более ответственное дело, тогда вы это дело делаете с меньшей ответственностью, и поэтому делаете легче. Да, всегда так получается. Во-вторых, у нас же есть обратная связь. Когда мы рисуем, если мы тревожные, если мы обязательные люди, если мы такие культурные, воспитанные, хотим сделать хорошо, то получается, что мы слишком стараемся. А вот чтобы немножко разрядить обстановку, чтобы не зависать, повторяюсь, а ещё добавить себе уверенности, что всё, что ты делаешь, это хорошо. Поэтому я тогда, когда записывал ролик, обращаясь к вам, как бы говорил вам о том, что вы комменты напишите, а я пока рисую, я пока грунтую холст. Понимаете, я отвлекался вот этой параллельной деятельностью. Так вот, я вам хочу сказать, чтобы вы могли лучше рисовать или лучше делать любое дело. Сделайте себе такой маленький эксперимент. Например, делайте вот, рисуйте что-нибудь, или делайте там, ну, хоть что, хоть нелюбимую работу, которую вам надо сделать. Делая её, повторяйте себе мысль, на какой ты молодец, какой ты молодец, какой ты молодец. И тогда у вас обратная связь, вот эта внутренняя, будет получать позитивное подкрепление. Что вы не сделаете, а идёт подкрепление, что вы молодец. Вы представляете, люди по тому, как они, когда чем-то занимаются, если имеют обратную положительную связь, если их хвалят постоянно, чтобы они не сделали, как некоторые семьи детей своих, только хвалят за хорошие поступки, а плохие не замечают. Ну, он развивает у них такую уверенность. Потом этот человек, если выходит за рамки, чтобы он не сделал, он чувствует себя уверенным, характер у него такой поведения появляется. Но это тоже перегибы не очень хорошо. И так, и так нехорошо. Человек – это чувство меры. Но всё-таки сделайте эксперимент. Вот так. Делайте, вот рисуйте, например, и говорите, какой ты молодец, какой ты молодец, как хорошо ты рисуешь. И не старайтесь обязательно хорошо нарисовать. А делайте дело так, что вы от него не зависите. Вы не зависите, кто что скажет. И никому вы ничего не должны. И делайте это от души с удовольствием. А ещё можете добавить и психофизиологические приёмы. Просто сделайте раскрепощение. Например, сделайте вот так. Узелки на память пяти пачек. Сделайте вот так. Разомните шею. Сделайте хлёст. Сделайте плавательное движение. За одну минуту всё это сделать. Потом берите кисточку, пойте мы мугаму. Или говорите, какой ты молодец, какой ты молодец. И пошло. И вы попадаете в поток. И тогда вашей рукой, как говорят художники, водит Бог. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...